понеслась семьи народ с вами сильвес это обзор обновления 2 и 4 и честно говоря я просто в шоке у меня реально взрывается башка как они могли сделать настолько хорошо насколько сделали такое ощущение что игра до этого времени было просто в збт и мы играли в какую-то непонятную типа полу гача полу ммо игру которая ну в общем-то не сильно отличалась от других таких же гача дрочилин по типу там гейшита но сейчас во первых русский язык это очень многие ждали очень многим оно надеюсь поможет очень многие надеюсь будут в этой играть и будут радоваться и ну честно говоря для меня это не особо хорошая новость в принципе без разницы что есть русский язык что нет но думаю многие люди сюда подтянутся второе ощущение что перелопатили сетевой код потому что оптимизации стало в разы больше поправочка на пк на телефоне не играю не знаю на боссах мировых лагает совершенно никак мы били сциллу хабру в 20 плюс человек не единой лагулинки вообще третье это увеличение ммошности то есть сейчас полностью переработали интерфейс я вам в дальнейшем покажу как что сделали полностью переработали награды многие режимы выкинули такие как омниум бикон убрали конченую секвентальную фантазму поставили фантазму которая является теперь элементальный под каждую стихию своя фантазма тоже об этом поговорим наконец-то наконец-то вели эту грёбаную подводную локацию которая по размерам как 4 веры у нее три этажа куча разных заковырок площади здесь просто безумные это очень огромная очень проработанная локация которая на самом деле реально вот если бы зарелизилась народ бы просто обалдел если бы зависела сначала но так как мы догоняем китае будем смотреть по китаю короче это видос обо всем что появилось в версии 2 и 4 какие изменения что мы будем получать в награды и какие есть фишечки в этом обновлении поехали смотреть приятного просмотра если ты новичок напоминаю что ссылочка на плейлист для новичков находится в описании там ты сможешь посмотреть видосы которые дадут тебе понимание механиках игры можешь скинуть своим друзьям и let's go разумеется одно из главных фишек этого дополнения это огромный материк иннарс который содержит себе три уровня первый из них вот такой по размеру второй из них вот такой по размеру и третий из них вот такой по размеру я уже говорил что она размером с несколько вверх да так вот фишка в том что это водяная локация спросите на хера я стою тогда на суше чтобы показать вам приколюху которая выглядит вот так вы сможете на определенный баттон нырять и погружаться в этот подводный мир исследуя его сам собственно фишка здесь в том что здесь куча рыб бып куча китов факул различные живности которые может вас сожрать вам для плавания будет доступно несколько видов приколюх первое это ssr релик мини пеликан который между прочим прокачивается ставится естественно как активный слот в релике и он работает по аналогии с джетбордом тратит выносливость на нем вы быстро плаваете это начальная типа замена маунта которая позволит вам передвигаться под водой быстрей второе водные маунты у них кстати разная скорость передвижения самый топовой это солнечная рыба которая выкручивается с лимитированного гачапона о нем я чуть дальше расскажу вторая это визиосфера которую можно будет выкрутить с гачапона и алмазные крылья очень красивый и симпатичный такой скутер который вы получите за исследование локации а именно за исследование великого моря на 345 тут дается двигатель за исследование инерса на корпус и за исследование вулкана тут даются лопасти маунт выглядит вот так призывается он собственно только в воде и в активный слот ставится как обычный маунт то есть на земле вы призываете своего маунта который выбран а в воде маунта который есть офигенно передвигается довольно быстро выносливость не тратит ну короче типа маунт водный для тех кому надо передвигаться быстрее это must have получается он буквально за пару часов игры а вот про маунты которые с гачапонов сказать ничего не могу но я знаю точно что они быстрее насколько быстрее и профит ли их выкручивать не знаю но и скорости этого маунта вполне хватает теперь к интерфейс он интерфейс полностью переработан под более скажем так интуативные мы мощные в штучки всякие разные все о фк переведено на русский язык можете играть можете упарываться читать описание всего все принципе более-менее корректно переведено ну единственное мы рофлили с штуки которая называется морской мем а как вам морской мем короче в чем фишка все собственно то же самое осталось интуитивное единственное что листаются теперь ваши странички не вниз а вправо слайдами довольно интересно выглядит костюмы остались теми же самыми переоснащение глайдер тут есть скин для мини пеликана миа то же самое из основных у странника в его собственно страничке есть вот такая вот цепь днк что это такое эта штука которая в зависимости от вашего уровня снаряжения качество усиление уровня матриц будет давать вам награды обязательно зайдите сюда вы получите здесь просто дохренище всего я получил порядка 800 черных кристаллов просто за прокликивание вот этих страничек то есть у вас под уровнем оружия матрицы и так далее будет награда их прокликаете потом здесь будет награда за дар кристаллы и так несколько раз в зависимости от того на каком прогрессе вы остановились разработчики решили надавать нам просто куча различных плюшек причем по сути вообще не щадя вход мы просто заходим и нам накидывают и накидывают и накидывают и это только начало я сейчас буду вам просто кучу всего перечислять ссори за длинный видос но тут много инфы прежде всего ввели так нехватающую нам функцию матриц и перестановки как это выглядит вы нажимаете на пушку свою активно нажимаете матрицы и нажимаете предустановка у вас есть три сета которые можно запомнить то бишь например на тяне у меня сейчас активный сет вот такой стоит я нажимаю сохранить и он при смене если я сменю эти матрицы допустим переставлю их на другую пушку я потом переключаю тяне и нажимаю использовать и он поставит эти матрицы до трех сетов боже спасибо разработчики за такую возможность это просто имба потому что перекликивать матрицы на каждую пушку каждый раз меня просто вот нервный тик вот эта функция очень полезная очень нужная для тех кто играет давно у кого несколько сетов и несколько сборок благодарю теперь у нас 360 выносливости да она копится точно так же как и раньше но теперь можно будет в случае если вы просрали один день чтобы не терять эту выносливость тратить ее за два дня сразу и только посмотрите как замечательно выглядит вот это вот менюшка оно все интерактивненько все прокликивается тут вот операции вам тут вот испытание тут эти интерстеллары тут вот челленджи причем они разделили это все есть пве команда есть пве соло есть пвп но разве это не замечательно выглядит замечательно как я и говорил они вывели из режима игр пве омниум бикон на который вы тратили свою смолу энергию ну что он нафиг не нужен и он вообще принципе выглядит бредово переработка фантазмы теперь у вас 4 вида фантазмы под каждую стихию о фк у меня основная вольтовая но в чем прикол даже новичок у которого очень хлипенькие сборки даже на стандартных персонажах сможет получать по 200 дар кристаллов с фантазмы дополнительно каждую неделю почему потому что вот смотрите награды первая 300 рейтинга вторая 600 рейтинга 50 дар кристаллов аугментация дальше идем дальше идем еще 50 дар кристаллов на 1700 это для вашей основной сборки и так далее тут уже начинаются шмоточки микрореакторы шмоточки еще шмоточки максимальный 3 200 эта фишка заставит игроков морфица делать другие сборки качать другие пушки просто потому что чем лучше у вас вторая вторичная сборка тем больше вы получите очков в этом рейтинге но естественно я советую проходить как можно лучше но в идеале проходить минимум на 600 потому что с четырех режимов это 200 дар кристаллов плюс фрагменты кристаллов пространства времени плюс пыль плюс аугментация и если вы зарабатываете вот этот вот кристалл сейчас в фантазме то нет смысла проходить хардовые рейды можно ходить рейды нормала чтобы получать собственно золотую пыль и ролить еще больше шмоток про шмоточки кстати тоже основная приколюха но это также и минус потому что занять высокий ранг в каком-нибудь допустим своем сегменте фантазм будет сложнее потому что если вы развивали одну сборку то вы теперь выше не поднимитесь потому что есть типы у которых мульти сборки и они собственно фигачат на всех четырех режимах опять же если вы думаете что у вас есть альтер персонаж и он вам все затащит нет после определенного времени прошедшего в этой фантазме альтер от урон режется на 75 процентов здорово чуваки с радужными сборками как там фантазма проходится окей да нормально саки помогает смотрю также добавлен новый рейд кольцо забвения это его сразу скажу этот босс просто какой-то бешеный но не скажу что у нас слабые игроки но нормал проходится с натяжечкой для героика требуется 85000 сеса и там вообще мрак мы туда даже не заходили на это надо делать отдельный гайд поэтому ждите или можете сходить с рандомами так сказать пощекотать нервишки теперь переходим к разделу подарочка в котором очень много дополнений про которые рассказывать тут все важно последователи фантазма обсудили и на раз обсудили кольцо забвения новый рейд обсудили разведка глубин это новый ивент который будет по типу омниум бикона проходите просто основные сюжетки чтобы открывать бла-бла-бла это вы поймете потом это не надо объяснять поиск сокровищ что это такое это суммарная эффективность в инарсия за которые вы получаете голду крутки дарк кристаллы и так далее ну плюс еще там потом мини великана получите на еще одну звезду фишка в том что вы должны быть выполнять задание допустим исследовать вьюпоинт открыть две карты расшифровку то есть ресерч про ресерч поговорим чуть позже убить там двух мировых боссов новых про них тоже расскажу ну в общем фишка в том что вот это все тема на 40 дней с компилирована с ивентом за который вам дадут ссср бокс с бальмунгом фригой в общем-то кобальт биф немезидой и клавдией об этом тоже чуть позже короче вот эти штуки вам нужно выполнять сто процентов на это есть 41 день просто исследуйте инарс проходите задание ресерч исследуйте карту и получите дополнительные классные награды теперь список дел претендента это по сути то же самое только с немного увеличенными наградами тут нужно будет проходить рейды на разных сложностях новые фантазмы проходить и так далее то есть эта активность в виде и винта на большой срок времени для того чтобы игроки ознакомились с новыми активностями и не просто ознакомились а еще получили дополнительные крутые награды 400 дар кристаллов на халяву как бы не валяются плюс титул но для тех кому интересен титул так что разработчики очень сильно позаботились о том чтобы игрок даже который сейчас вернулся в игру или только начал играть получил максимальное количество наград дар кристаллов сыпят просто реально горы я вот когда обновление пачнот релизе думал что за город дар кристаллов вот они тут суммарно во всех штуках которые буду перечислять больше шести тысяч дар кристаллов лежит и вы их получаете не делая ничего вы просто исследуете локацию короче имба стартует новый сапплайран который позволит вам забрать получается 5 ваучеров на круточки красные да и получается 5 красных круточек и потом накопительная награда в виде 10 обломков для пеликана прокачки релика 20 дней но заберете его типа за неделю отличная штука также припасы на вабранца не знаю опять же зачем они вот это сделали но видимо для новичков опять фиолетовую броню запихали куски на пеппер и накопительная награда там будет два куска золотых айтема которые можно будет на выбор взять тоже замечательная штука призов огненного шторма это тройной реран кобальд би аннабелла и руби будет длиться еще 13 дней ролите что хотите также непосредственно выходит line вместе с ними сразу говорю line power creep обзор или гайд будет позже и дар моря вот эта штука объясняю у вас есть 41 день для того чтобы получить ссср коробку собственно персонажами которые идут стандарт в 2.5 стандарт 2.5 уже официально за релиз на разработчиками то есть фрига клавдия кобальт и немезида уйду стандарт версии 2.5 для тех кто хочет забрать на халяву одного из этих персонажей и потом его за кэш ролить есть вот этот ивент что здесь надо делать по большему счету это просто исследование инерса то есть это открыть карты подводного региона расшифровать очки разведки и нарс очки разведки и так далее все что вам останется сделать вот это за первый день мы сделали все что вам останется сделать это делать ежедневки то есть тут 12 ежедневок баунти тут 20 28 36 48 и 60 по 4 в день ну сами посчитайте через сколько дней можно будет забрать то есть по сути за первый день ну по крайней мере такому задроту как мне удалось сделать 13 часов мы стримили удалось сделать все кроме баунти миссий ну естественно потому что баунти миссии лимитированные по истечению этого режима вы собираете 20 осколков подарка и собственно скуете себе ssr-релик ssr-бокс причем вы насобираете его быстрее потому что у меня 16 фрагментов мне надо еще четыре и осталось 16 баунти миссий чё это пять дней ну типа окей замечательно вот такие дела так что для тех кто хочет прямо собирается вот этих персонажей брать которых я перечислил ранее обязательно топай в игру исследуй инерс и получай свою коробочку заветную я думаю лишним для тебя это дружище не будет плюс к этому советую начиная с сегодняшнего дня вплоть до дополнения 2 и 5 копить золотые крутки потому что в 2 и 5 они уходят стандарт эти персонажи и их можно будет получить золотых круток скопом выкрутишь может быть что-то и выпадет плюс дополнительная конста или лишний персонаж а теперь мои дорогие донатеры радуйтесь обновился first purchase tani oma то есть теперь опять как и в прошлом дополнение при покупке всех паков tani oma вы получите дар кристаллы но это не все смотрите покупка тани за покупку 60 тани вы получаете 15 дар кристаллов 10 тысяч золота 300 tani oma 60 дар кристаллов и так далее по возрастающей плюс вам тут еще и бустеров насыпят ну сказка сказочка ну вообще же ссылочка на фанпэй в описании братан залетай и идем далее лимитированный гачапон на 6 дней как бы я хотел его выкрутить господи арабские шейхи задонайте мне пожалуйста денег просто это иди идеальный костюм на девочку идеальный панцу я вам не покажу выкручивайте сами но там под юбочкой вообще-то как бы ну да и так же тут собственно наравне с костюмом можно выкрутить тот самый маунт и написано что ее движение по воде отличается легкостью и грациозностью но типа она короче быстрее чем стандартные маунты не знаю опять же кому нужна эта быстрота но выглядит сочно но костюм это вообще это просто мечта но денег нет ну и расскажу немножко про новый ивент забытое море многие не понимают что это такое это тот же самый омниум бикон мы короче выведем из игры омниум бикон и дадим сразу вам ивент на омниум бикон вы берете генератор это вот такая штука он у вас загорается нажимаете в ивенте использовать окей он включает вам на карте зону в эту зону вам нужно прийти как только вы в зону попадаете при нажатии на окей у вас высвечивается тут такая штучка с тремя картинками где может быть это место вы это по картинкам с реальной местностью сверяете находите как только находите то место появляется золотой луч лутаете луч получаете награды за ивент все просто и типа в магазине за этот ивент можно выкупить три красных ядра активаторы энергии миру чипы ну в общем ну типа классический ивент я не знаю какие сложности у вас эти возникли мы эти омниум биконы ставили просто тысячами теперь небольшие незаметные обновления не знаю чем про них говорю вообще но будете знать в казуал теперь есть в зданиях штука которая позволяет собрать ваши штуки изначально отсюда то есть вы можете посмотреть какой у вас левел и так далее и вы можете забрать это все отсюда тыкайте на подарочек и получаете все не заходя туда потому что туда заходишь раз в неделю убить боссов и не надо портоваться если вы копите ресурсы каждый день сбор и так же терминал появилась вкладка с миссиями не знаю была она или не была но теперь она удобная вы можете посмотреть все миссии которые у вас есть и выполнены это нужно для того чтобы следить за сюжетом потому что я вот некоторые миссии не выполнил обнаружил что у меня в сюжете вере не выполнена какая-то сайт миссия и я не последний сундук не залутал то есть это в принципе хорошая интерактивная тема которая реально уже похожа на ммо с квест логом со всеми делами балдюш вот research про research нужно поподробнее рассказать тут теперь есть новый research вот старый который у вас был да там с микрореакторами и прочим есть новый разведка глубин фишка в том что вы здесь скорее всего ну сами выбираете что вам исследовать но прикол в том что в конце вот например если идти до спермацетового кита у вас будет идти получается боевой механизм крепости но микрореактор тот же самый да здесь куски очков плюс допустим бустеры определенные эта фаза она скорее всего repeatable вот есть мониторинг серой зоны есть колония планктона колония планктон вообще непонятная тут в конце кристаллы пространства тоже непонятно зачем они их напихали в таком количестве но может кому-то надо я бы советовал топить в мониторинг серой зоны через орляк когда вы сделаете квест по ссылочка на видос по квесту для того чтобы защищаться от вулкана в описании пройдите если еще не видели вы сможете заполучить себе спокойненько вот этих вот орляков на вулкан топаете вокруг вулкана плавают буквально 40 минут все это нафармливаете во-первых это позволит вам дальше ролить неплохо так миры вот эти штуки упругая пленка и прочая фигня они будут продаваться ранее торговцу в инорсе он пока что недоступен о нем я в другом видосе расскажу но это очень полезная тема и смотрите какие ресерчи за одну энергию вы получаете 10 кусков микрореактора за одну энергию вы получаете 10 кусков экзоскелета и так же самое за одну энергию вы получаете 10 этих самых фрагментов то есть мониторинг серой зоны самый выгодный топаешь после того как прошел вулкановую миссию ресерчить вот этих вот орлеанов бить ресерчишь ее и потом ты волен выбирать либо идти вниз либо вверх но в любом случае для того чтобы выполнить задание на ssr-бокс о котором я говорил ранее нужно будет заресерчить одну b-зону и одну a-зону я вот начал с a-зоны b буду добивать потом так что вот этот ресерч очень выгодный потому что сцилла вот эти штуки падают и без ключей и с ядро крестомакса тоже падает с хараха без ключей вот эти мемы падают с тех же орлов а кусочки серого вещества можно вообще нафармить в confounding каббис короче ресерч топовый очень мало тратит энергии очень мало бутыльков и очень хороший прирост дает ну и наверное последнее что из нововведения стоит показать это два ворлбосса один из них это хабаэлла с которого падают вот такие матрички про них мы уже с вами говорили ранее также с этим хабаэллой и со вторым ворлбоссом про которого расскажу чуть позже есть гачапоны которые тоже покажу ролить их или нет ваше решение единственное что сразу говорю с хабаэллы падает по 4 кусочка экзоскелета нужно 40 а вот с босса который зовется сцилла который находится внизу на первой локации вот он падает по 15 10 кусков на микрореактор и собственно ее матрицы вот и решать вам мне конечно это очень нравится потому что у меня микрореактор не наролен я типа сегодня вот какой-то бичовский поставил микрореактор вроде проще просто смотря на research когда мы тратили по 7 энергии чтобы получать 4 микрореактора мне как-то становится грустно потому что я очень много энергии на это просрал и ничего не получил в общем-то решайте кого вам за чипы открывать самим и давайте про гачапоны итак гачапоны по классике в мироре и в игровой зоне вот здесь вот два центральных гачапона один идет после эмоций здесь матрицы хабаэллы по одной штучке сет из четырех круточки ну и прочая шушура и рядом с ним матрицы сциллы одну уже выкрутил круточки и прочая шушура то есть вот эти два гачапона за серую вы можете крутить выбирайте сет который хотите и как я говорил ранее если вы сейвили чипы вот эти то теперь у вас есть возможность нормально так нарулить матрицы вот но это не все гачапоны которые есть есть еще на втором этаже вот тут недалеко гачапоны возле которых зачем-то поставили вот этого чертиллу вы подходите вот я хочу в гачапон да и ага трансформация атака нанеси смертельный господи зачем они поставили его сюда короче первый гачапон это гачапон повторяющийся с гачапоном хабала второй гачапон это вот такой вот непонятный с экзоскелетами с ваучерами с куском на визиосферу это ранее показанный вам водный маунт ну и типа с аугментацией следующий это гачапон с красными крутками и эмоциями действия в чате ну типа это по типу эмоций которые вы юзаете вот на ладошечку да типа привет помахать вот и последний гачапон гачапон с вторым куском визиосферы с микрореакторами круточками и так далее они за голду собственно в каком порядке крутить я вам их не буду советовать но знаете что за исследование самого инерса довольно немало этой миры сыпят и миры и золотой миры так что выкрутить я думаю можно это очень неплохие гачапоны с очень неплохими матрицами которые вас реально бустанут в общем и целом могу сказать что я максимально доволен этой локацией этим обновлением оно реально просто дохренища игроков в игру привезет тем более русских и я еще раз напоминаю если ты новичок и твой друг новичок скидывай ему плейлист по ссылочке в описании пусть он посмотрит и радуется жизнь не играет проще это первая часть видоса про инарс и обновления 2.4 потому что там еще куча фишек и растягивать видосы без этого лить еще больше воды чем я лью обычно я не буду спасибо за просмотр с вами был сильвиас увидимся в новых видосах прошу вас только лишь подписаться на канал поставить лайкосик если вам понравился видос вступить в группу по ссылочке в описании в вк и можете еще и на твичик подписаться и в общем то да быбы